Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Президент Израиль Лицхагерцег приступил сегодня к консультациям с представителями парламентских фракций по вопросу формирования нового кабинета министров. Все консультации будут транслироваться в прямом эфире. Это делается по указанию герцога с целью повышения прозрачности политических процессов для израильского общества. По завершении консультаций глава государства объявит имя кандидата, которому будет поручено формирование нового правительства. Напомню, что на прошлой неделе в Израиле состоялись парламентские выборы. Пятые в стране с 2019 года. По их итогам определился состав нового кнессета, теперь уже 25-го созыва. Первое место, как известно, заняла партия Ликуд, бывшего и, возможно, нового премьера Бениамина Натаньяху, получившая 32 парламентских кресла в 120-местном кнессете. Партия все еще действующего главы правительства Яэролапида Ешатид набрала 24 мандата. Блок правых и религиозных сил во главе с партией Ликуд в совокупности набирает 64 депутатских мандата, что дает ему возможность сформировать правительственную коалицию. Яэролапид будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьер-министра. Согласно имеющимся данным, председатель Ликуда и нынешний лидер парламентской оппозиции Бениамин Натаньяху с огромным отрывом опережает нынешнего же премьер-министра Лапида. Кандидатуру Натаньяху будут рекомендовать 64 представителя партии религиозных сионистов, ШАС и Еврейство Торы. Партии Еврейская мощь и Ноам объявили, что придут по отдельности, но также порекомендуют на пост премьера Бениамина Натаньяху. В свою очередь, центристская партия лагерь государственников Амаханэ Мамлахти под руководством Бениганца объявила, что согласно распоряжению ее председателя, члены делегаций не будут рекомендовать президенту ни одного кандидата в премьер-министры. Их примеры последуют и партия Исраэль Байтейну Абигдор Либермана, и арабский политический блок Хадаш Таль. Все остальные числом 28 будут рекомендовать Яйр Лапида, как человека, которому по силам сформировать новое правительство. Сегодня члены партии Ликут уже побывали в резиденции президента Израиля. Депутаты Кнессета Ярив Левин, Эли Коэн и Мири Регев от партии Ликут прибыли в резиденцию президента и рекомендовали Бениамина Натаньяху официально, в качестве кандидата на пост премьер-министра Израиля. «Мы рекомендуем Бениамина Натаньяху как человека, который возьмет на себя задачу формирования правительства», заявил Гарри Левин. Регев добавила, что основной вопрос, цитата, который мы будем решать, это еврейская идентичность страны, потому что здесь был премьер-министр, который ни разу не посетил стену плача за время своего пребывания в должности. Ранее стало известно, что президент Израиля Герцог работал за кулисами, пытаясь расширить правительство, формируемое под руководством председателя Ликуда Бениамина Натаньяху, но, видимо, не добился никаких результатов. Израиль откроет в Катаре дипмиссию на время чемпионата мира по футболу. Между Израилем и Катаром нет дипломатических отношений, и переговоры велись при посредничестве ФИФА. Официально Катар не подтверждает факта контактов с еврейским государством, но не опровергает сообщений об открытии миссии, которая будет оказывать консульские услуги израильтянам во время чемпионата. Согласно оценкам, в течение месяца в Катаре побывают не менее 30 тысяч израильтян. В Министерстве иностранных дел Израиля в ответ проинформировали, что в последние месяцы изучали с ФИФА варианты обращения с израильтянами, которые прибудут на чемпионат мира. Соглашение будет подписано в ближайшие дни, несмотря на давление со стороны Ирана. Согласно достигнутым договоренностям, МИД Израиля укомплектует дипмиссию в Дохе, столице Катара, которая будет действовать с 20 ноября по 18 декабря до завершения мирового первенства. Ранее, как известно, Катар демонстративно дистанцировался от Израиля, отказываясь от любых форм нормализации. Катарские сотовые операторы уже предупредили, что не станут обслуживать клиентов, в телефонах которых установлены израильские сим-карты. Между странами нет и авиасообщений. И вот на этой неделе кипрская авиакомпания Туз Airways заявила, что получила разрешение на выполнение рейсов между Израилем и Катаром на время чемпионата мира. Полет из Тель-Авива, как стало известно, будет включать так называемую дипломатическую остановку в Ларнаке на Кипре. А оттуда самолет уже продолжит свой путь напрямую в Катар. Иерусалимский поджигатель-пироман приговорен к 8 годам тюрьмы. Окружной суд израильской столицы приговорил к 8 годам тюремного заключения 22-летнего жителя города, совершившего в Иерусалиме целую серию поджогов жилых домов и другого имущества в конце ноября 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. 20-летний юноша, уже имевший психиатрический диагноз, антисоциальное расстройство личности с нарушением контроля импульсов и состоящий под надзором после совершения ранее преступления сексуального характера, нарушил запрет на употребление алкоголя, который был ему предписан в рамках надзорного режима. Выпивая, он срывался с катушек и отправлялся на велосипеде поджигать дома, прихватывая с собой бутыль алкогеля, благо этот товар в период пандемии был доступен везде и всем. Первый, самый крупный поджог он устроил на подземной парковке жилого комплекса в религиозном квартале. Собрав в кучу валявшийся в изобилии мусор, матрасы, чемоданы, бумагу, он облил все это алкогелем и поджог. Пожарные успели приехать быстро, спасатели, эвакуировали все 120 семей. Однако 12 стоявших на парковке автомобилей полностью сгорели. Зданием и квартирам был нанесен серьезный ущерб, который потребовал дорогостоящего ремонта. Поджигатель же любовался произведенным эффектом со стороны. Два дня спустя он снова выпил и совершил за одну ночь несколько поджогов, причем иногда вызывал пожарных сам. Когда его заметили, вызвали полицию и задержали. Поджигатель отчаянно отбивался, что также включено в увенительное заключение приговор суда. Признание вины и официальный диагноз «Пиромания» не спасли поджигателя от сурового приговора. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, способным отдавать себе отчет последствия своих действий. В судебном вердикте подчеркивается, что свое имущество и вещи своих близких пироман не поджигал, что свидетельствует о способности контролировать свои действия. Демонстрация против магазина сотовой связи в главном ортодоксальном городе Израилебной браки вылилась в масштабные беспорядки с перекрытием улиц, поджиганием мусорных баков и метанием камней в полицию и в проезжающие автомобили. Ультраортодоксы протестовали против работы в их городе магазина сотовой связи, что с их точки зрения является некошерным. Поначалу демонстрации протеста принимали участие несколько десятков. Однако затем толпа фанатиков увеличилась и перегородила улицы. Прибывшая полиция потребовала освободить проезжую часть в течение нескольких минут, но ортодоксы вместо того, чтобы выполнить требования, начали забрасывать полицейских и проезжающие автомобили камнями. Нападение на магазины сотовой связи со стороны ортодоксов в последнее время в Израиле не редкость. В феврале толпа Харидима разгромила витрину магазина по продаже мобильных телефонов в Иерусалиме. Причина – владелец магазина отказался соответствовать сертификату кошерности, который выдает комитет раввинов по вопросам связи. Момент погрома был зафиксирован видеокамерами наружного наблюдения. Две недели спустя еще два ортодокса были арестованы за вандализм и угрозы в адрес владельца магазина сотовой связи в городе Бейтшемеш. В апреле прошлого года для спасения владельца магазина сотовой связи во время погрома пришлось привлекать полицейский спецназ «Я сам». Тогда спецназовцы были срочно отправлены на место происшествия, чтобы помочь в спасении владельца лавки. На кадрах с места происшествия видно, как полиция отводит протестующих от магазина, которые выкрикивают в их адрес нецензурные выражения. Добавлю, что в том же году владелец еще одного магазина сотовой связи в городе Модиин-Элит получил письмо, подписанное городскими раввинами, в котором упоминалась его семья и было сказано «В случае отказа выполнить наши требования мы поступим так, как поступают с нарушителями границы». Конец цитаты. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok